Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к Ривнам, 14 глава. Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что может ей всё, а немощный ест овощи. Мы с вами уже говорили о проблематике, которая стояла перед разносоставными членами римской общины, которая отчасти состояла из языка христиан, отчасти из иудеев христиан, и здесь различные пищевые ограничения, они неизбежно выходили на передний план. Я напомню, что апостольский собор, который описан в 15 главе книги Деяний, он не в последнюю очередь был посвящен именно этой проблеме. Дело в том, что в ранней христианской церкви люди не только собирались для молитвы, для совершения Евхаристии, но и нередко такие ночные богослужения, они начинались с совместных трапез. Людям необходимо было сначала подкрепиться после рабочего дня, после трудовых будней, для того, чтобы дальше уже свободно участвовать в последующем богослужении. С этим были сейчас некоторые проблемы, об этом послал в первом послании Коринфянам, но в любом случае у нас сейчас немножко другая тема. Понятно, что те пищевые ограничения, которые были связаны с ветхозаветным законом и исключали возможность употребления той пищи, которая называлась законом нечистой, и делала невозможным совместный стол с той частью римской церкви, которая произошла из язычества и которая таких пищевых ограничений не знала и им не следовало. И таким образом, по сути своей, церковь была разделена, потому что иудеи не могли сесть за один стол с бывшими язычниками. Их религиозное рвение, их законные запреты, они просто не позволяли им это сделать. И поэтому, естественно, что эта тема, она была, конечно, очень важна, потому что речь шла не просто о том, могут ли люди есть вместе или не могут, а именно могут ли они участвовать вместе в богослужении. Да, потому что, ещё раз скажу, трапезы были неотделимы от богослужебных собраний. И как быть в этом? Конечно, это порождало споры, это порождало разногласия. И вот апостол Павел говорит о том, что люди действительно могут придерживаться каких-то пищевых ограничений, и таких людей он называет немощными в вере. Почему? Ну, потому что, вот дальше он продолжает, иной уверен, что можно есть всё, а немощные есть овощи. «Кто ест, не уничижая того, кто не ест, а кто не ест, не осуждая того, кто ест, потому что Бог принял его». Другими словами, апостол Павел убеждён, что те пищевые ограничения, которые ему, конечно, были хорошо известны, с которыми он вырос, утратили свою необходимость и актуальность, потому что время закона, оно ушло в прошлое. И те ограничения, которые закон выставлял в пищевом плане, они тоже уже тем самым утратили свою актуальность и необходимость. Но есть люди, которые этих ограничений, как мы уже сказали, по-прежнему придерживались. И поэтому тот, кто был крепче в вере, кто понимал, что это время законных ограничений ушло в прошлое, он не должен осуждать, не должен чувствовать своё превосходство над теми, кто сдерживает себя каким-то образом. Ну, почему, говорит, ест овощи? Дело в том, что, конечно, в языческом мире, как правило, мясо, которое продавалось на рынке, оно было связано именно с идоложертвенным мясом, то есть большая часть мяса, туши, которая приносилась в жертву какого-то бога, оно поступало на рынке. И поэтому, оказавшись на рынке, то есть не всю тушу сжигали, а только какие-то отдельные фрагменты её. И поэтому, конечно, при на рынке человек не всегда мог понять, не всегда знал, откуда это мясо, да, принесли ли его с языческого храма или оно поступило ещё каким-то образом. И вот человек, чтобы не оскверниться, вполне мог вообще воздерживаться от мяса, да, есть только овощи, а другие ели всё. Конечно, это привело к тому, что люди осуждали друг друга. Одни за, как им казалось, ненужные и устаревшие ограничения, а другие, наоборот, за то, что они пренебрегали таким образом законом. И апостол Павел здесь предостерегает против осуждения. Такое предостережение не первое уже в послании к римлянам, а вторая глава в половине своей первой, она посвящена именно этой. Это очень важная тема, которая сохраняет свою актуальность, конечно, и по сей день. И апостол Павел к ней неоднократно обращается в своих письмах. Так вот, он напоминает, что кто-то, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, и быстрее Бог восстановит его. Другими словами, люди даже не всегда помнят, что человек принадлежит Богу. И, естественно, перед Богом он даёт отчёт за все свои поступки. И, по сути, апостол Павел рассматривает ситуацию, когда люди, придерживающиеся разных и даже прямо противоположных мнений, уверены, что они таким образом следуют воле Божьей. И дальше об этом апостол Павел пишет. «Ино отличает день от дня, а другое сводит о всяком неровно», то есть речит об соблюдении субботы. «Всякий поступай по удостоверению своего ума», то есть именно ума, а не каких-то уже заранее сформулированных за века до этого правил. «Кто различает день, а для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, а кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живёт для себя, никто не умирает для себя, а живём ли для Господа живём, и умираем для Господа умираем. а поэтому живем ли, умираем всегда Господни». Ситуация, о которой апостол Павел пишет, она действительно сохраняет свою актуальность, может быть, и на сей день, и на все времена. То есть, действительно, иногда существует иллюзия, что точка зрения, которую я придерживаюсь, является единственной верной. И поэтому люди считают, что те ограничения, которые они на себя накладывают, или наоборот, которых избегают, они являются исполнением воли Божьей, что их желание, их воля, она с волей Божьей совпадает. И вот апостол Павел предостерегает того, что действительно люди могут служить Богу по-разному. Он напоминает об этом, он говорит о том, что люди даже прямо противоположных позиций, прямо противоположных точкой зрения, каждый из них уверен, убеждены, что они осуществляют эти некие Божьи замыселы, что их желания, они согласны с тем, что решают, что думают, что считает Бог. И апостол Павел говорит, что они не должны противопоставлять себя друг другу, главное, чтобы человек в конечном итоге не жил для себя. И он говорит о том, что мы не только не живем для себя, то есть чтобы в этом не было никакого самоугождения, потому что, конечно, вполне возможна подмена. Человек исполняет свою волю, свои желания, но считает, что это согласно и с волей Божией. И это, конечно, самообман. Это отказ от того, чтобы каким-то образом себя ограничить, сдержать или хотя бы задуматься над тем, а в чем, собственно, воля Божия заключается. Согласны они с тем решением, которое я принимаю, или же нет. Но в то же время апостол Павел напоминает о том, что мы всегда Господни, ибо Христос умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. То есть, другими словами, и это очень важно, апостол Павел выводит власть Христа за пределы этого мира. То есть, он говорит о том, что если мы будем в этой жизни принадлежать Христу, то и там, за порогом смерти, будем с Ним. Если мы здесь пытаемся выйти из-под власти Бога, если она для нас не является чем-то решающим, важным, значимым в жизни, то и, естественно, надеяться, что по смерти мы будем с Богом, вряд ли возможно. А то, что осуждаешь брата твоего, или то, что уничижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живое говорит Господь, предо мною преклоняется всяко колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Здесь тоже, с одной стороны, понятное утверждение неизбежности всеобщего суда и то, что каждый человек все равно будет отвечать перед Богом. С другой стороны, мы помним с вами, что в начале 8 главы апостол Павел говорит о том, что нет теперь никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. То есть, другими словами, то спасение, которое осуществилось через Христа, оно выводит человека из суда. Собственно, оправдание, оно и означает то, что человеку уже сейчас до всеобщего суда вынесен оправдательный приговор, и он призван невиновным и даже праведным. Но, тем не менее, вот такая дихотомия, этот дуализм, он сохраняется на протяжении, как послания апостола Павла, Евангелия Танна и других текстов, где, с одной стороны, говорится о том, что всеобщий суд все равно неизбежен, а, с другой стороны, говорит о том, что спасение, которое получают христиане, они тем самым избавляются, да, благодаря нему от всеобщего суда, потому что в этом как бы его предназначение, в этом его цель. Не станем более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая преткновения или соблазна. Я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только почитаешь ему что-либо нечистым, тому нечистый. Если же за пищу огорчается брат твой, тоже не по любви поступаешь, не губи твою пищу того, за кого Христос умер, да не хулиться ваше доброе. Итак, здесь мы встречаем еще одно нравственное требование, требование, которое есть и в Евангелии, что человек не должен никому поддавать соблазн. Помните, как в Евангелии хорошо говорит, лучше бы человеку там мельчины жернов надели и бросили в море. То есть, конечно, жизнь, они должны быть преткновением для других. То есть, человек не должен только думать о себе, о том, чтобы исполнить какие-то свои желания, намерения, иначе его жизнь, она превращается в самоугождение, потому что понятно, что неизбежно мы живем в единении с друг с другом, и так или иначе для других тоже становимся неким примером, ориентиром. И если мы проявляем какую-то свою несостоятельность, если ведем себя недостойно, то, конечно, для других это может послужить соблазном. И вот для того, чтобы этого соблазна избежать, апостол Павел и просит, чтобы, если люди и считают даже, что для них не существует никаких пищевых ограничений, и что они не нужны устали, все равно ради спасения других людей, ради того, чтобы другой человек этим не соблазнился, необходимо себя ограничивать, необходимо воздержание, не губи твою пищу того, за кого Христос умер. То есть очень важно, что тем самым спасительное дело Христа, оно может потерпеть ущерб, потому что иногда людям трудно согласовать какие-то позиции, и, может быть, для еврейских христиан, для тех, кто вырос на основе закона, трудно было согласовать вот этот отказ от каких-то ограничений, в том числе пищевых, своей новой веры. И это самое, как бы, очень важно было, что человек должен, как бы, просчитывать последствия своих действий. Ведь очень часто мы какие-то совершаем действия, произносим какие-то слова, и мы даже не задумываемся, не придаем значение тому, как они могут сказаться на окружающих, что они могут как-то человека задеть, смутить, огорчить, обидеть. И лишь впоследствии, уже по результатам мы понимаем, даже не надо, будем удивлены, что это произошло. Вот, и здесь апостол Павел как раз, он настаивает на этом. Он говорит о том, что человек должен, прежде чем что-то делать, подумать о том, как это будет воспринято другими, окружающими, тем, кто находится рядом, не принесет ли им это какого-либо ущерба, в том числе, не в последнюю очередь, именно внутреннего, а не столько внешнего. «Ибо Царствие Божие напоминает апостол Павел не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Другими словами, никакая пища не обеспечивает человеку Царствие Божие. А что туда ведет? Радость, мир, то есть согласие, да, и праведность. Вот они открывают человеку двери спасения. «Кто всем служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. «Ради пищи не разрушая дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть ничего такого, что брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Ну вот здесь те же наставления, которые мы, собственно говоря, уже с вами проговорили, которые мы слышали, апостол Павел повторяет сам себя, но опять же это не случайно, потому что, если, может быть, для нас эта проблема утратила свою актуальность, то для, еще раз скажу, римской церкви это была очень значимая, очень важная вещь. «И в ту пору лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее в себе сам, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А собирающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере – грех». Другими словами, человек может принимать какое-то решение, но он не всегда уверен в том, что он делает правильно, что он поступает верно. И вот человек, как бы, он вроде понимает, что да, он что-то ест, да, но, может быть, он должен был поступить иначе, да, чтобы кого-то не соблазнять, говорит апостол Павел, чтобы его поведение не было каким-то преткновением, да, для других членов христианской общины. И вот эти сомнения, которые испытывает человек, в том числе и сомнения в том, нужно это или не нужно, вот, они тем самым уже сами по себе указывают, что, делая выбор, человек может этот выбор делать неправильно, неверно. Вот если человек не сомневается в своем выборе, если он руководствуется своей верой, значит, он делает, осуществляет этот выбор в верном направлении. А если мы начинаем сомневаться, значит, что-то не так, да, и нужно, как говорит известная пословица, семь раз отмерить, один раз отрезать. И здесь еще один очень важный регулятивный принцип – это вера. Может быть, эти слова для нас сейчас не так понятны, мы привыкли, что наша жизнь регулирует различные правила, нормы, которые приняты за тысячелетия жизни церкви, но когда апостол писал это послание, послание к римлям, конечно, ничего подобного не существовало. Ему как бы приходилось, как мы сейчас видим, начинать с нуля. И вот вера человека, да, она должна регулировать его жизнь. Возможно ли это? Да, возможно, действительно, если эта вера живая, она неформальная, не просто некое согласие, что Бог есть, а вера, вот эта тема веры и дел, да, вера, которая проникает во все стороны жизни, которая определяет эту жизнь, если не целиком и полностью, то, по крайней мере, в большей ее части. Апостол понимает, что, как бы, может быть, как бы эта задача, она не всем посильна, не все с ней могут справиться. Поэтому он говорит о том, что те, к кому он обращается, должны молиться, должны просить Бога о помощи, могущему утвердить вас по благорестованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвращена всем народом для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа «Слава во веки! Аминь!» Но здесь нужно сказать, что вот этот заключительный отрывок 14 главы 24-26 во многих древних рукописей стоит в конце послания, а не здесь, в 14 главе. То есть его место – это окончание 16 главы. Но у нас в синодальном переводе у нас стоит византийская традиция здесь, поэтому обратимся к нему здесь. Итак, апостол Павел говорит об откровении тайны, которую он имеет. Эта тайна, собственно, изложена. Им тайна всеобщего спасения, окончание 11 главы, где он говорит о том, что когда-нибудь не только язычники, но и иудеи войдут в ворота церкви. Это тайна всеобщего спасения, которую люди получают не благодаря своим заслугам, достижениям, а исключительно благодаря вере, то есть доверию Богу и тому, что он совершил для них. Вот он сам является провозвестником этой тайны, которую излагает в этом послании. И очень важно, что эта тайна, она приоткрывалась в Писании их пророческих, которое здесь апостол Павел тоже цитирует, как мы помним в послании, и высечена всем народом для поколения их вере. Ну, другими словами, Бог как бы осуществляет свою власть, он как бы завоевывает для себя все новые и новые территории, покоряет себе другие народы. Но это покорение происходит не благодаря силе, не благодаря тому, что Бог являет свое всемогущество, а наоборот, это происходит добровольно, через веру. Именно через веру Бог присоединяет к себе все новых и новых людей. Вера – то, что связывает человека с Богом. И здесь, возможно, как раз это ударение на вере, оно действительно заключает те рассуждения, которые апостол Павел в 14 главе приводит, о жизни по вере, вот, о необходимости вере, которая и дает человеку доступ к спасению, и как бы этот замысел, он рождает апостола Павла в словословие Богу, единому премудрому, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь. 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 Продолжение следует...